Обязательно в грудном возрасте, как этот вырожденный ребенок, 5-10 лет. То есть они помнят маму, папу. То есть какие дальнейшие судьбы, да? Да, как складывается их судьба. И у нас есть исследования, конечно, по этому поводу. И у нас число изъятий детей крайне высокое. То есть если сейчас находится в изъятии 18 или 17, 18 тысяч детей, то есть можно рассчитать, сколько их было в течение последних 20 лет. То есть это уже сотни тысячи, что ли? А где они все? Да, это фактически за два с половиной года последние, ну за три. Да, да, да. Это изъятые поколения. Это изъятые поколения, потому что сейчас в изъятии определенное количество детей. А куда они попали потом? Есть, конечно, очень печальное исследование, которое у нас ведется, университетский эксперт, о том, что, конечно, большинство из них никогда не найдет нормальную работу. Они будут без образования, есть проблемы наркомании, есть проблемы алкоголизма, есть они попадут потом в тюрьму и так далее. То есть начинается совершенно уже другая карьера. Вот в Норвегии, например, по поводу статистики, сами социальные службы делают такие выводы. Система социальные патронаты под названием Барнаварн существует примерно 30 лет. Так вот, на сегодняшний день они вынуждены создавать законы, что дети, попавшие в приемные семьи, являются неблагонадежными и не смогут быть хорошими семьянинами. То есть уже штамп уже такой на ребенке, да? И, соответственно, когда у них родится ребенок, сейчас уже выросло то поколение, 30 лет назад изъяли, у них изымается ребенок в день родов. То есть они не смогут быть хорошими родителями. Так вот, мало того, эти дети не могут быть нормальными, скажем так, как бы, получается, гражданами, им запрещается брать социальные кредиты и студенческие кредиты, представляете? То есть они лишаются образования, то есть ограничиваются в правах. И получается, что система породила определенные социальные явления, и теперь она бесконечна себя внешне. Что значит выбор собрать ребенка в день родов? По какому принципу? Как это может быть? У нас собираются уже до рода собрать, изъять от Анны. Это если нет денег на содержание, или что? Нет, нет, нет. У нас вот есть такая же правозащитница норвежка в Норвегии, Берит. Фамилию сейчас, чтобы не препутать, не буду ее назвать. Она была приемной матерью. У нее девочка дожила до 18 лет и родила ребенка. Ребенок был изъят в первый день, то есть вот в момент рождения. Девочка покончила самоубийством. Берит, которая говорит, я хочу быть приемной бабушкой, государство не отдало ей ребенка, соответственно, ребенок потеян. Дети меняют гражданство, меняют фамилию, то есть все на секретных адресах. Это трагедия. Женщина написала книгу «Карательный госпатронат». «Карательный госпатронат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова